Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня у меня на обзоре очень интересный смартфон, восьмиядерный Lenovo S8. У него очень много различных названий, есть у него название Golden Warrior, что означает золотой воин, либо Lenovo S898T+. Вот такой вот смартфон внешне. Давайте рассмотрим сначала комплектацию, ну и потом перейдем непосредственно к нашей модели. Поставляется вот в такой вот коробке. В комплекте особо, в принципе, ничего нет. Это зарядка, это USB-кабель, это гарнитура вакуумная. И обязательно будем стараться докладывать вам переходничок под наши розетки. Непосредственно сам смартфон. Lenovo S8 это большой восьмиядерник, это 5,3 дюйма. Это HD разрешение, Gorilla Glass экран. Толщина смартфона очень маленькая, меньше 8 мм, 7,9 мм вроде бы. Вот такой вот золотой, он красивый, но это такой сугубо женский вариант. По моему мнению, мужчина с таким смартфоном, в принципе, ходить не сможет. На лицевой панели три сенсорных кнопки, меню домой-назад. Эти кнопки не подсвечиваются. Есть логотип Lenovo, есть динамик, есть датчик приближения освещения, фронтальная камера на 5 мегапикселей и индикатор пропущенных звонков. С этой грани у нас есть качелька громкости. Сверху разъем под наушники и кнопка включения-выключения. С этой грани нет ничего. Снизу у нас разъем под зарядку. Задняя панель имеет логотип Lenovo, 13-мегапиксельную основную камеру, микрофон, вспышку, основной динамик. Что хочу сказать по корпусу? Меня, в принципе, корпус понравился. Здесь нет каких-то скрипов, каких-то люфтов. Корпус сделан идеально. Единственное, что вот эта вот хромированная вставка золотая, ну, естественно, со временем смартфон у нас будет вот так вот лежать. Естественно, вот это первое место, где будут образовываться царапины. Под аккумулятором, точнее, под крышкой у нас есть аккумулятор. Аккумулятор в большом Lenovo S8 2000, 2000 мАч. Об этом немножко позже. Есть два стандартных слота больших под симки. MicroSD, камера на 13 мегапикселей. И, кстати говоря, у нас, у меня версия в руках 3G и память у смартфона 2.16. Это пластик, это не металл. По техническим характеристикам сразу же начинаем. Это, естественно, Antutu. Давайте смотреть. Модель интересна тем, что она на восьмиядерном процессоре MTK6592. Но этот процессор называется 6591, потому что ядра обрезаны. И частота их не 1,7 ГГц, а 1,4. Здесь 2 ГБ оперативной памяти. Здесь 16 встроенных. HD-разрешение. Графический ускоритель Mali-450MP. 13-мегапиксельная камера. Lenovo S8 или S898T+. 4.2.2 Android, 5.3 дюйма, 5-мегапиксельная основная камера. По поводу баллов в Antutu, сейчас я вам это продемонстрирую. Набирает он 23 939 баллов. Это, в принципе, стандартный показатель. Некоторые модели на полноценных восьмиядерниках показывают примерно такие же результаты. Через Z-Device Test посмотрим, есть какие в этом смартфоне датчики. Это GPS, Wi-Fi, Bluetooth, естественно. Компас. Датчик приближения и датчик освещения. Вспышка мне понравилась. Гироскоп. Здесь, да, он есть. Он есть, он полноценный, он рабочий. Акселерон. Lenovo S8 не поддерживает OTG. То есть я подключал OTG, он не распознает. И количество точек касания здесь, давайте посмотрим, сколько их. Здесь 5 точек касания. Касательно прошивки. Смартфон изначально к нам приехал с полностью английским языком. Своими силами сделали, прошили его нормальной прошивкой. Нельзя сказать, что здесь идеальный русский язык. Некоторые приложения есть на английском. Вот, например, как камера. Но все самое основное, что нужно нам для пользования, что нужно будет вам для пользования, это все здесь на русском языке. Различные настройки различных датчиков, фейс-контроль, живая клавиатура, смарт-ответ. Это все настраивается, это все на русском языке, это все можно почитать. Версия прошивки у нас стоит следующая. Язык у смартфона, вот, полноценный русский, тот, который нам нужен для пользования. И, в принципе, есть еще вроде бы украинский язык. Да, есть. Экран здесь мне нравится. 5,3 дюйма, HD-разрешение, никаких пикселей я здесь не вижу. Яркости экрана хватает с головой для любых целей. Я тестил этот смартфон и вот с такой вот подсветкой. То есть, ну, ночью, когда, допустим, играешь в игру, либо там читаешь в интернете, что-то лазишь, смотришь, очень комфортно пользоваться с такой яркостью. На солнце нужна максимальная яркость, чтобы цвета были все видны, чтобы видно было вообще, что у нас там на экране происходит. С этим смартфон также справляется. Касательно различных картинок, ну, вот покажу на примере фото, углы обзора и цветопередачу. Мне, в принципе, все у смартфона понравилось. Единственное, что, опять же, по диагонали экранчик немножко уходит, вот темные цвета превращаются в серые. Но это на абсолютном большинстве смартфонов. И, в принципе, в этом ничего страшного нет. По углам обзора, действительно, мне смартфон понравился. Углы хорошие. И, скорее всего, с такой толщиной здесь OGS-экран. То есть, это здесь одно целое. Это экран и тачскрин. Что касается звучания этого смартфона. Здесь довольно-таки большой динамик. Я тестил этот смартфон и в наушниках, и ставил симку, звонил на него. Значит, что могу сказать? Внешний звук, внешний динамик меня порадовал. Однозначно, он хороший, громкий. Сейчас я вам это продемонстрирую. Есть интересные настройки звука. Он чистый, громкий, не хрипит. То есть, все здесь отлично. Касательно звука во время разговора, то микрофон шикарный. А динамик разговорный, ну, мне показалось, что он немножко ниже того уровня, когда все идеально. То есть, он немножко не дотягивает. Но, скорее всего, через инженерку можно громкость. В первую очередь, это касается громкости. Можно громкость, наверное, немножко увеличить будет. То есть, с этим тоже никаких проблем нет. Ну, и плюс однозначный по наушникам. Все-таки это восьмиядерник. Все-таки это MTK6591. По производительности практически ничем не отличается от 92-го. Звучание в наушниках мне понравилось. Не такое, как у ZOP и у THL. Там, где просто это глухой какой-то звук непонятный. Здесь все супер. Я бы с таким смартфоном слушал бы музыку в наушниках. Вот такой вот итог. Касательно производительности. Очень интересно было узнать, насколько ли будет этот процессор тупить. Насколько он будет справляться с смартфоном. В принципе, я так и думал, что разницы особой не будет. Вот эти вот урезанные ядра. Естественно, урезана частота и графического ускорителя. Но он справляется, я имею в виду он Lenovo S8. Он справляется с любыми современными игрушками, с любыми тестами. Давайте продемонстрирую вам пару скриншотов. Во-первых, Antutu я вам уже показывал. 24 тысячи баллов. Epic Citadel у нас 55 FPS. Классный результат. И я еще тестил его в 3DMark 6103. Это тоже довольно-таки достойный результат. Ну и теперь запущу для вас пару игрушек, чтобы посмотреть, как на самом деле работает этот зверь. Играет музыка. А mand Committee я считаю что с играми смартфон справляется отлично и нареканий здесь никаких нет и если вам хочется купить игровой смартфон то вот этот вот мтк 6591 вас абсолютно не должен останавливать идем дальше переходим мы к аккумулятору аккумулятор здесь 2000 миллиампер часов на 5 3 дюйма но довольно таки маловато давайте посмотрим какие результаты у меня получались значит в antutu тестере у нас обновленный antutu тестер 4881 на уровне сяоми митрии то есть довольно таки добротный нормальный результат у сяоми митри 3000 миллиампер часов аккумулятор идем дальше и у нас тесты физические значит тест видео из youtube а это у меня было три часа пятьдесят три минуты со 100 процентов до 15 и тест epic citadel игра со 100 процентов до 15 максимальная яркость во всех тестах у меня это два часа двадцать минут то есть по тестам аккумулятор я могу сказать что результаты средние смартфон будет у вас держать в режиме активном режиме сутки а в режиме умеренного использования это будет до двух дней переходим gps gps у меня не было абсолютно никаких проблем большой смартфон хороший экран gps будет очень удобно использовать ловит спутники прогружаются епо карты с этим тоже все отлично камера здесь хорошая как основная камера на 13 мегапикселей так и фронтальная на 5 мегапикселей я делал и видео и фото фотки мне понравились получаются такими действительно насыщенными хорошими фотографиями цвета такие очень сочные яркие макросъемка тоже меня не огорчила в принципе эти все фотки обязательно выкладу для вас сможете это все посмотреть видео записывает формате full hd вспышка в темноте вот так вот она фотографирует надпись на каком-то там баллончики в ванной у меня поэтому все в этом плане тоже отлично принципе все lenovo s8 вот такой вот получился обзор и вот такой вот получился смартфон что могу про него сказать какой вывод для себя и для вас со своей стороны я себе позволю смартфон интересный однозначно но это такой сугубо женский вариант он очень легкий менее 150 грамм он очень тонкий 8 миллиметров цена его 215 долларов здесь восьмиядерный процессор хорошие камеры все функции рабочие gps и другие все это рабочие 215 баксов довольно таки интересный аппарат если ваша девушка женщина или дочка любит играть в современные игры любит большие экраны смотреть фильмы и нужен стильный такой девайс действительно стильный достойный то так далее новая с 8 вам очень хорошо подойдет я считаю что вы будете очень довольны плюс камера пофоткать сделать там селфи популярные сейчас это все тоже будет на достойном уровне из минусов какие минусы я могу выделить ну во первых минус аккумулятор все-таки считаю что даже за эти деньги разработчик мог поставить хотя бы две с половиной тысячи миллиампер часов даже у lenovo a 850 плюс тот который 5 и 5 дюймов там стоит две с половиной вот хотя бы здесь поставить и он бы держал бы еще на какой-то час бы дольше это был бы однозначно плюс ну и минус лично для меня потому что я знаю что такое хромированная вот это вот поверхность как только начнете пользоваться буквально пройдет пару дней пару раз его положите вот так вот на стол вот эта вот поверхность хромированная она будет первое это будет первое что у вас где у вас появятся царапины вот как бы вот такой вот смартфон мне смартфон понравился достойная модель если сравнивать его но однозначно фишка этого смартфона это дизайн если в таком дизайне говорить то очень мало вариантов но есть вариант зоопы за 5000 но цена там выше гривен на 500 характеристики плюс-минус одинаковые вот такая вот модель всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки комментируем делаем заказы у нас на сайте спасибо всего доброго а а а и и и